здравствуйте на библейский портал экзекет пришел вопрос как справиться с нерешительностью и мнительностью но с мнительностью только один путь который поможет нам справиться это путь борьбы с гордыней потому что когда мы зависим от мнения других чтобы мне подумают как я выгляжу и ради этого меняем свое поведение это конечно свидетельство о том что нам слишком важно что нас думают люди как вы можете искать славы божией если ищете славы человеческой говорит господь это несовместимо смиряясь мы будем бороться с мнительностью нерешительность это несколько другое нерешительность может быть от малодушия иногда трусости но какой у нас характер это не совсем нам подвластно а вот степень упования на бога и доверие ему это то что мы в себе должны собирать и воспитывать во всех путях твоих говорит соломон в притчах познавай его то есть господа и он направит стези твои если мы посмотрим псалтирь то мы увидим что давид постоянно призывает надеяться на господа и когда человек уповает на бога то бог его защищает поэтому надо узнать волю божию если ты знаешь волю божию как правильно действовать надо учить тебя решительности и просто действовать ведь давайте вспомним одну из притч о страшном суде которая изложена в двадцать пятой главе евангелия от матфея эта притча о трех рабах каждый из которых получил один 15 другой 10 а третий 5 талантов и тот кто был осужден он ничего не сделал он закопал эти таланты и вернул их и сказал вот тебе твое я убоялся что-либо делать а первые пустили их в оборот то есть они как раз не были нерешительны они делали дело они рисковали это вообще удивительно потому что огромные такие деньги были даны рабам но господь показывает что он верит в человека а вот человек который ничего не достигает потому что всего боится ничего не делает такой человек был осужден поэтому надо действовать это 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 дело это битва это война да наша брань апостол павел так и говорит то есть наша война за свою душу за ее спасение она требует решительности и интересно что есть два святых один очень древний святой преподобный ефрем сирин четвертого века святой и второй преподобный серафим саровский умерший в первой половине девятнадцатого века у них встречается одна и та же мысль рассуждая о том чем святые отличаются от от остальных людей не говоря что святые также падают в грехи у них также есть ошибки у них также есть какие-то неполучившиеся вещи что-то разрушены в жизни но они от нас себя не конечно к святым не причисляли и дальше очень важные слова отличаются только степенью решимости то есть оказывается все делает господь и помогает человеку достичь святости лишь бы человек решительно этого захотел поэтому вот если так посмотреть на нерешительность то это конечно грех хотя есть от природы от рождения более смелые люди имел и менее смелые люди но воспитывать себе смелость вот эту решительность духовно мы должны внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео